При Абдулла ибн Умаре. Абдулла ибн Умар сидел с ним рядом на собрании. Сидел человек, который чихнул. Тот человек сказал, «Альхамду лиллях, да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха». Абдулла ибн Умар обернулся к нему и сказал, «Посланник Аллаха да благосовет его Аллах и приветствует, учил нас не так». Посланник Аллаха да благосовет его Аллах и приветствует, учил говорить нас не так. Пророк да благосовет его Аллах и приветствует сказал, «Если кто-либо из вас чихнет, пусть скажет «Аль-Хамду лилля». И он не говорил, чтобы мы делали в этот момент салават на пророка. Осознали ли вы вместе со мной этот хадис? По-моему, ты его еще не понял до конца. Человек сказал «Аль-Хамду лилля, и да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха». Человек не пел, ничего плохого не сделал. Он не сказал ничего запретного. Человек просто сказал «Аль-Хамду лилля, да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха». Просто после «Аль-Хамду лилля», он сказал «Да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха». Абдулла ибн Умар, любящий пророка, и следующий его сунни начал порицать его, чтобы никто не решил, что тот, кто следует Аль-Мустафе без увеличений и уменьшений, имеет неблагородное сердце и не любит посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Может ли кто-либо выдвинуть против Абдуллы ибн Умара это страшное обвинение? Нет, клянусь Аллахом. Абдулла ибн Умар сказал ему «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, учил нас не так». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Если кто-либо из вас чихнет, пусть скажет «Аль-Хамду лилля». То есть надо просто сказать «Аль-Хамду лилля». Он не говорил, что нужно сказать «Аль-Хамду лилля», и да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха. Да, до такой степени придерживался он сунни. Поэтому Суфьян Ас-Саури, да помилует его Всевышний Аллах, великий исламский ученый, Аскет, любящий пророка, и следующий его сунни сказал, «Нововведение более любимо для шайтана, чем грех». «Нововведение более любимо для шайтана, чем грех». Потому что за грех можно раскаяться, и он будет прощен. А за нововведения нет. Проникся ли ты этими словами? «Нововведение более любимо для шайтана, чем грех». Потому что за грех можно покаяться, и он будет прощен, а нововведения нет. Человек, совершающий нововведение, считает, что он на истине, и воображает, что посредством своего нововведения он приближается к Аллаху. То есть, например, человек сядет до пятничного намаза и будет читать Коран громким голосом. Мы скажем ему, «Ты совершаешь нововведение». Он ответит, «Как это? Ведь я же читаю Коран. Вам не нравится Коран? Вы не хотите слушать Коран? О, человек, побойся Аллаха! Ты не стремишься к Корану больше, чем тот, кому Коран был неспослан. Ты не соблюдаешь сунну больше, чем обладатель сунны. Ты не должен считать, что наша умма сейчас или сегодняшние люди стремятся к прослушиванию Корана больше, чем сподвижники. Нет! Следуй сунни и не привноси в нее нововведений. И того, что уже неспослано, будет тебе достаточно. Если пророк Аль-Мустафа что-то не делал, не делай этого и ты. Если Аль-Мустафа чего-то не говорил, то и ты не говори этого. Если Аль-Мустафа что-то не считал, то также и ты не считал.